Пасхи, когда тысячи паломников съедутся в Иерусалим, ожидая схождения благодатного огня в Кувукле, возрожденной и спасенной общими усилиями единоверцев. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Вести, Иерусалим. «Горе от ума» – премьера в Мариинском театре. Там представили оперу композитора Бориса Гробовского по произведению Грибоедова, половина стихов из которого, как и предсказывал Пушкин, вошла в пословицу. Гробовский долго работал над оперой. Первые наброски он сделал еще в 1976-м, однако премьера состоялась только сейчас. Миллион терзаний Чацкого пока воплотили в концертном исполнении, но в Мариинском считают, что это только начало. Несколько последних месяцев солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра изучали «Горе от ума» Грибоедова. Мы работали, мы делали, мы занимались, мы готовили, перечитывали произведения много раз. И я думаю, что сегодня зритель почувствует то удовольствие, с которым ребята прикоснулись к этой литературе и партитуре. Композитор, он же автор либретто, отбросил некоторые сюжетные линии, сосредоточившись на главных персонажах. Опера, хотя и состоит из отдельных. ...номеров монолитно по смыслу. В нее Гробовский добавил юмора. Например, сцену на балу в доме Фамусова он назвал «Хор летучих мышей». Так в Флавире написано «Хор летучих мышей». И дальше хор начинает делать шуш-шуш-шуш-шуш-шуш. Так что ты понимаешь, что это не летучие мыши, а какие-то сплетни подковерные. Кстати, музыка оперы – Удобно для вокалистов. Когда тот или иной герой во время исполнения не испытывает никаких вокальных неудобств. Для этого композитору нужно хорошо знать тесситуру, надо знать голос, его особенности. Не всякий композитор может быть. Премьера оперы «Горе от ума» приурочена к 85-летию Бориса Гробовского. Ноты он отдал в театр давно. Вероятно, даже думал, что о них там забыли. О готовящемся сюрпризе в одном из интервью проговорился Валерий Гергиев. Но это не уменьшило радость композитора от премьеры на знаменитой сцене. Надежда Гусарова, Мария Трофимова, Антон Михайлов. Новости культуры. Санкт-Петербург. Новости культуры.